Глава Сургута подвел итоги первых обходов по городу. В мэрии состоялась встреча с руководством управляющих компаний по результатам пеших осмотров микрорайонов муниципалитета. На середину июля зафиксировали более 130 отклонений от норм благоустройства. Часть поручений исполнили, большой пласт в работе у администрации Сургута. Остальные в основном по придомовым территориям, зоне ответственности управляющих компаний. Как отметил Максим Слепов, в соцсетях рычагов, чтобы сделать наши дворы и проезды комфортными, немало. Цитирую, есть федеральная программа формирования комфортной городской среды, инициативное бюджетирование, есть наказы депутатам, субсидии ТОСам. Нужно грамотно и воспользоваться ими, но без активной позиции собственников этого не получится. Конец цитаты. Также глава Сургута поблагодарил депутатов Думы города, которые, как и коммунальщики, вносят предложения, берут в работу замечания. Максим Слепов, говоря о важности включения в эту работу народных избранников, отметил их высокую роль, поскольку они могут стать тем единым окном для жителей города. Парламентарии не только знают проблемы округов, но и рассматривают приоритеты, принимают решения о финансировании. Я хочу пройти по избирательным округам, чтобы с нами был депутат, потому что депутат важен для того, чтобы люди понимали, депутат это как раз то единое окно на их избирательном участке, который тот человек, который примет, обработает и проконтролирует исполнение наказов, которые на территории существуют, на конкретной территории города. Это особенность муниципальных Дум, они действительно, как хозяйственники, должны на своей территории знать свой избирательный участок. Поэтому здесь я хочу, еще раз, я в этом работал, я понимаю, как это работает, поэтому я хочу это использовать во благо. Мои коллеги готовы. Начиная с 8 июля глава Сургута побывал на территории избирательных округов семи депутатов. Первым стал микрорайон-строитель, от которого Максим Слепов был выбран в Думу муниципалитета. Следом городоначальник прошелся и по зонам ответственности парламентариев. Владимира Болотова, Александра Олейникова, Виктора Рябчикова, Дмитрия Нечапуренко, Владимира Феденкова и Татьяны Калиниченко. Последовательность и сами маршруты, к слову, городоначальник выстроил, исходя в том числе из комментариев в публикациях в соцсетях. В 37 и 5 о микрорайонах ключевые вопросы. Парковка у поликлиники «Нефтяник» на 200 машиномест и строительство школы. Обе задачи решаются. Стоянку начнут строить в этом году. Образовательное учреждение планируют сдать в начале 2026-го. Во время обхода на улице Гагарина Максим Слепов поставил задачу привести в порядок фасады домов у Мемориала Славы. Также среди поручений – вывоз мусора и засыпка котлована в поселке Лунном, подключение таежного к системе городского видеонаблюдения. Это просьба жителей. Ее удовлетворение поможет в борьбе с правонарушителями и преступностью. Из общих проблем для Сургута принято в работу предложение организовать централизованный сбор покрышек в городе. Звучали задумки по обустройству во дворах игровых и спортивных площадок, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть проблем решается даже без денег. Раз. Второе. То есть в краткосрочной перспективе можно сделать. Второе. Часть нагрузки, конечно, должна брать на себя управляющая компания. Это их обязательства перед жителями. Что касается города, безусловно, мы свою нагрузку финансовую и техническую возьмем на себя. Поэтому, что касается бизнеса, вы тоже самое видели сегодня, что происходит. Бизнес тоже должен нести ответственность. Они должны вокруг содержать территорию, они должны соблюдать правила благоустройства. Что касается правил оформления торговых объектов, это все должно быть цивилизованно. Продолжение следует...